Туристический сезон в Севастополе может длиться круглый год, говорят местные туроператоры. Главное – создать комфортную инфраструктуру и увлечь интересными маршрутами, например, винными. Этот вид туризма в Крыму активно развивается. Редкий гость уезжает с полуострова, не посетив хотя бы одно винодельческое предприятие. В новом экскурсионном маршруте «История виноделия» можно будет посетить не только дегустационные залы винзаводов, но и древние винодельни музея-заповедника «Херсонес-Таврический». Мы отвечаем как раз за рассказ о древнем виноделии. Все знают, что на нашей территории сохранился уникальный памятник, дом винодела, где несколько представлено винодельных площадок. Также в новой античной экспозиции есть вещи, которые так или иначе связаны с данным видом хозяйской деятельности. И интереснейший наш объект – это так называемый участок Балки-Бермана, объект ЮНЕСКО. И там расположены винодельни абсолютно разного периода – и античные, и византийские. Балка Бермана станет одним из основных объектов показа в экскурсионном маршруте «История виноделия». Раскопки там идут давно и продолжаются по сей день. Благоустроить территорию и оборудовать её для посещения помогут коммерческие предприятия города. После посещения Балки-Бермана приедут уже на современные предприятия и посмотрят разницу, как это происходило тысячи лет назад и как производство действует сейчас. Сейчас ведутся там полномасштабная подготовка для принятия туристов. Мы облагораживаем территорию, доделываем определённые работы. И уже в новом сезоне мы будем полностью готовы принимать. Начало винного маршрута в Херсонесе. Но добираться сюда из центра города, где сосредоточены основные туристические объекты, на автобусе или такси долго, а по морю и быстрее, и приятнее, говорит Александр Капусткин. У морских ворот Херсонеса преимуществ больше, чем у сухопутных. С одной стороны, это помогает решить логистическую проблему, а с другой – позволяет почувствовать себя древним греком и увидеть легендарный город с моря, причалив в карантинной бухте. Расскажем нашим туроператорам, гостям о тех новых маршрутах, которые были Херсонесом разработаны. Один из них – это морские ворота Херсонеса. В этом году музей за счёт собственных средств провёл ремонт причала, который имеется на нашей территории. И мы готовы принимать туристов с моря. Уже даже несколько катеров в этом году мы смогли принять именно морским путём. В День туризма говорили и о едином электронном билете – карта гостя Крыма и Севастополя, с помощью которого туристы смогут бесплатно посетить более 60 объектов – музеев, дворцов, галерей, выставок и 10 дегустационных туров на заводах «Инкерман» и «Золотая балка», а также воспользоваться скидкой на размещение в отелях и пансионатах, стать особым гостем многих ресторанов и кафе. Продажа таких электронных билетов началась месяц назад, рассказала координатор федерального проекта карта гостя Крыма и Севастополя. Карту можно приобрести путём приобретения ваучера через сайт. Вот на сегодняшний день заказанных ваучеров – это уже порядка около 400. Гостей, которые уже приехали и воспользовались этим ваучером, я думаю, что где-то больше 60-70 человек не так много, но это не говорит о том, что она не востребована. Потенциал уже приобретённых ваучеров достаточно большой, и самое главное, что это как раз и говорит, что эти гости приедут к нам в самый важный для нас сезон, с 1 октября по 1 мая. Праздник собрал более 100 представителей турбизнеса Севастополя. Лучших экскурсоводов и гидов-переводчиков наградили. Чтобы доказать это звание, им пришлось сдать теоретический экзамен и провести экскурсию по центру города. В конкурсе два победителя и шесть призёров. Их поздравил заместитель председателя законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин. Сейчас говорят о туристическом сборе, который собираются вводить в некоторых субъектах Российской Федерации. Мы были категорически против. Моё личное мнение, это означает, что сразу сходу ограбить туристов. В Тбилиси каждому туристу на въезде в страну вручают бутылочку вина, а в Севастополе встречают ваши радушия. В День туризма на аллее Херсонеса открыли стендовую экспозицию, на которой представлены фотографии и автографы знаменитых людей, в разные годы посетивших музей-заповедник. Посетить выставку можно до конца октября. Екатерина Коломеец, Анатолий Паньков, Севенформбюро.